Москва Прошедшие годы и века могут составить население целого городка. Их имена запечатлены на памятниках в названиях площадей, проспектов, улиц. Но есть и особенные, личные, именные знаки. Эти знаки – мемориальные доски. Гербы мест, хранящих память о человеке. Прийти к такому месту, как будто прийти к человеку в гости, увидеть окружающий мир, город его глазами. И человек этот становится куда ближе, когда узнаешь не только о его достижениях, но и каким он был в жизни. В Таганском районе Москвы на Котельнической набережной есть дом, в котором 15 лет с 1953 года по 1968 жил Константин Георгиевич Паустовский. Москва занимала в жизни писателя особое место. Паустовский родился в Москве в 1892 году, был крещен Московской церкви святого Георгия на Всполье и потом не раз возвращался в свой родной город. Именно здесь он состоялся как профессиональный писатель после того, как в издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет его первая книга – сборник рассказов «Встречные корабли». И все-таки Паустовский говорил о себе, что он москвич по рождению, но киевлянин по душе. Отец Паустовского по профессии железнодорожный статистик, а по складу характера неисправимый мечтатель, самолюбивый, горячий и добрый человек, сменил много мест службы, пока более-менее не осел в Киеве. В семье было четверо детей, и младшему из них Константину на тот момент исполнилось 6 лет. Впрочем, свою жизнь с раннего детства до начала 30-х годов Паустовский сам подробно описал в шести книгах автобиографической прозы под названием «Повесть о жизни». В них открывается глубокий мир мыслей и чувств, скрытых за внешними фактами биографии писателя. С детских лет одна страсть завладела мной – любовь к природе. Временами она приобретала такую остроту, что пугала моих близких. Когда я возвращался осенью в гимназию из брянских лесов или из Крыма, у меня начиналась жестокая тоска по прожитому лету. Я худел на глазах и не спал по ночам. Люди обычно уходят в природу как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека. В 1904 году Константин Паустовский поступил в первую киевскую классическую гимназию. Его любимым предметом была география. Мальчик мог часами разглядывать географические карты, мысленно путешествуя по разным странам и мечтая стать моряком. «Желание все знать, видеть, путешествовать, быть участником разнообразных событий и столкновений человеческих страстей вылилось у меня в мечту о некой необыкновенной профессии. Писательство соединило в себе все привлекательные профессии мира. Оно было независимым, мужественным и благородным делом». В последнем классе гимназии Паустовский написал свой первый рассказ, который был опубликован в киевском литературном журнале «Огни». Патчельца писателя Галины Алексеевны Арбузова, директор дома-музея Паустовского в Тарусе, может рассказать много интересного о творческом пути писателя. «Первой его публикацией в Киеве были два рассказа. Все-таки проза. Стихи он никому не показывал. Это была такая тайна. И вот он решил послать Бунину, а он любил еще Бунина как поэта. И Бунин не отвечал. Но он решил, что, ну, наверное, в ужас пришел, не отвечает. Но через три месяца пришло письмо от Бунина, где он пишет, начинает так, «Вы поете с чужого голоса». Первая там фраза. А потом он говорит, что «Мне кажется, что ваш путь – это путь от поэзии к прозе. И если вы приложите максимум усилий, из вас может получиться что-то неплохое». Само время вытесняло поэзию прозы жизни. В годы Первой мировой войны Паустовский служил санитаром на санитарных поездах. И сам не раз был на волосок от смерти. И случайно попавшего в руки, обрывка газеты он узнал, что в один и тот же день на разных фронтах были убиты оба его старших брата. Потом бурные времена революции, гражданской войны. Волей судьбы Паустовский оказался в украинской армии Гетмана Скоропадского. А вскоре – в красноармейском караульном полку, набранном из бывших махновцев. Все перемены в жизни казались мне подготовительной школой для писательства. Надо входить в жизнь, не брезгать ничем. Только так может накопиться жизненный опыт. Создаться та кладовая, откуда я буду брать пригоршнями мысли, сюжеты, образы и слова. В 20-е годы Паустовский жил в Одессе, где подружился с Бабелем, Ильфом, Багрицким и другими литераторами. Оттуда вечный скиталец, как он сам себя называл, на пароходе перебрался в Крым, затем на Кавказ, побывав в Сухуми, Батуми, Тбилиси, Ереване, Баку и даже Северной Персии. Но стремление стать профессиональным писателем в 1923 году привело Паустовского в Москву. В Москве Паустовский работал редактором РОСТа, первого информационного агентства Советской России, активно работал как журналист-очеркист в газетах и журналах. Третья часть, по-моему, поиска о жизни кончается его разговором с Горьким. Горький посылает его, как молодого писателя. Горький очень любил, что мы ездили по стройкам на Урал, там строились заводы. Я потом нашла эти, опубликовала в посмертном собрании сочинения его. Там такие чудесные очерки, с таким юмором все написано, необыкновенно. Он ему сказал, вы еще поезжайте, там строительство в Петрозаводске. Он поехал и написал грустную повесть судьбы о Шарле Лансевиле, про какой-то французы в времен войны с Наполеоном. Там узнал эту историю и вместо всех этих строящихся заводов написал про эту печальную судьбу француза, умершего трагически в России. Повесть «Кора Бугас» об открытии в заливе Каспийского моря одного из крупнейших в мире месторождений Глауберовой соли тоже разительно не похожа на типичные произведения на тему строек первых пятилеток. На ее страницах предстают мужественные путешественники и исследователи безжизненных пустынь из XIX века, и трагические события гражданской войны, и суровая романтика современности. Он был такой романтик невероятный. Он мог какие-то вещи и так романтизировать, что вполне... У него же написано «Корбугас». И там есть глава о расстреле коммунистов в начале этой революции. Там все это как-то смотрится вполне пристойно, и даже Крупская его похвалила. После выхода в свет повести «Кора Бугас» Паустовский полностью перешел на творческую писательскую работу. В 1935 году в московском издательстве «Художественная литература» был опубликован роман «Романтики», вошедший в одноименный сборник. Книга открыла удивительный дар Паустовского – рассказывать о своей жизни как о самом захватывающем в мире приключении. Стало ясно, что в России появился новый, талантливый, самобытный писатель. Вот только он держался в стороне от общественно-литературной жизни 30-х годов и все свои мнения держал при себе. Вот он говорил, вот идет какой-то съезд, не надо на него, писательский, не надо на него ехать, не надо на нем выступать. Не нужно этого делать, останешься живой. И самое главное, он говорит, что больше всего не могу простить, что русский народ изменён, его полностью изменили. Это не тот народ, который я знал. Если бы вы видели когда-нибудь дореволюционных рабочих, квалифицированных, это как сегодняшние профессора. Это люди полные достоинства. Это был народ-труженик. Во что это всё превратилось? Ну, он ещё не упростить, что уничтожает природу. Но тогда, кроме него, никто прям про это и не думал. И на него думали, что он сумасшедший. Паустовский обладал уникальной способностью буквально влюбляться в новые города, страны и уголки природы. В молодости он пережил страстное увлечение югом, восторгался Чёрным морем, степями Крыма и горами Кавказа. Побывав в Новгороде, Старой Руси, Пскове, на Ладожском и Онежском озёрах, писатель влюбился, по его словам, в бледную, как полевая ромашка, северную красоту. Но главный в его жизни роман случился со средней полосой России, когда Паустовский поселился в селе Солодча под Рязанью в Мещерских лесах. «Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашёл в лесном Мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряжённого труда. Средней России и только ей я обязан большинством написанных мною вещей». Однажды Константин Георгиевич привезёт в Мещерский край жену и падчерицу, чтобы они тоже почувствовали радость простой деревенской жизни среди первозданной природы. «Поехали в любимый край Константин Георгиевича, в Мещеру, где на самом краю Мещерских лесов стояло селение Солодчи, где был дом, который он обнаружил в 1928 году, это место, и это стало его как бы второй родиной. Он, когда пишет свои воспоминания, он пишет, что вот Россию он узнал там. Там был дом, в котором главная часть дома принадлежала уже ему. Там было потрясающе. Константин Георгиевич, денег не было, значит, питались рыбы. Мама стала заядлым рыболовом, вроде Константин Георгиевича, он же был безумный рыболов. И ловили все время рыбу, ели на завтрак, обед и ужин рыбу. Вот. И там родился брат Алешка. В годы Великой Отечественной войны Паустовский служил военным корреспондентом. В письме своему другу, писателю Рувиму Фрейрману он сообщил, «Полтора месяца я пробыл на Южном фронте, почти все время не считая четырех дней на линии огня». Затем Паустовского вернули в Москву для работы в информационном агентстве ТАСС. Ночь Победы в 45-м году он провел с мамой всю ночь на Красной площади. Вот эта знаменитая Красная площадь. Недавно слышу по радио слова Константин Георгиевича. Когда начало расцветать, и на площади никого уже не было, и мы увидели, что вся площадь покрыта толстым слоем ботинок, кепок, шапок. Все там, там люди все бросали, кидали в воздух, все это. И все это, и вся площадь была навалена густо всеми этими вещами. Послевоенные годы были одним из самых сложных периодов литературной жизни Паустовского. В 1946 году вышла в свет его повесть «Далекие годы», и на писателя буквально обрушилась советская партийная критика. Паустовского обвиняли в воспевании царской России, упрекали в религиозности, пеняли, что в своей повести он посмел упомянуть писателя Булгакова и певца Вертинского, с которыми когда-то учился в Киевской гимназии. Паустовского на несколько лет перестали печатать и вычеркнули из всех издательских планов. Но Константин Георгиевич не терял бодрости духа. «Поэзия странствий, слившись непрекрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг», – говорил о своем творчестве Паустовский. «Путешествие в любимый с детских лет Крым принесло ему множество новых впечатлений и тем для будущих книг». В Старом Крыму Паустовский отыскал могилу Грина и попросил священника отслужить панихиду по писателю-романтику с трудной судьбой. Затем были Волошинские места, Коктебель, где Паустовскому не сразу удалось поселиться в писательском доме творчества. И Константин Георгиевич сказал, ну пойдемте, там в самом конце есть дом перед бухтами. А он уж там много раз бывал. И мы пошли уже к вечеру в этот дом, и нас пустили переночевать в одну комнату. Постелили там нам на полу что-то, женщина постелила. Ну, конечно, там было невозможно. Все дети орут, какие-то животные по нам ползают. И смотрю, мама с Константин Георгиевичем поднимаются, и меня толкают. И мы вышли, и Константин Георгиевич заприметил, что на самом краю моря, прямо на кромке, стоит кузов грузовика. Один пустой кузов. И он сказал, мы будем в нем спать. И мы пошли к Карадагу в темноте, но была луна, большая луна, вот это нас спасло. Мы нарвали огромное количество сухой травы. И приносили в этот кузов, и усилали там все этой травой. Потом легли, и Константин Георгиевич нам стал рассказывать с мамой про небо, про звезды. И почти до самого утра, пока было темно, и были видны эти звезды, он все рассказал. Он знал все-все-все созвездия, какие только есть. Популярность Паустовского в послевоенные годы росла, особенно среди молодежи. На фоне тусклых и лакированных произведений на злобу дня, проза Паустовского выгодно отличалась искренностью, лиризмом и великолепным языком. С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. Летом 1950 года Паустовского проработали за то, что он тайно покрестил в сельской церкви новорожденного сына Алешу. Узнав об этом, Паустовский больше не захотел приезжать в воспетую им мещерскую страну, она для него словно померкла. Но страдающий астмой писатель не мог жить и полноценно работать в городе, он буквально задыхался, кто-то из знакомых посоветовал на лето поехать в Тарусу. Паустовскому сразу понравился этот тихий городок в Калужской области на берегу Оки. Он арендовал на лето дачу и вскоре узнал, что на окраине Тарусы продается дом, точнее, пол-избы без электричества и без воды. И вот мама купила эти пол-избы 26 метров. Там было три комнаты, 6 метров, 8 и 12, посередине печка. Вот там так и осталось, она это и не трогала. Мама засеяла все мавоританским газоном и посередине этого косогора, пустыря, поставила беседку, куда Константин Ильич мог прятаться ото всех, хотя бы там работать, хотя бы отдыхать. У нас в Тарусе музей теперь, я отдала Тарусский дом на музей, и это есть в стране несколько музеев Паустовского, но это единственный мемориальный музей. Там все осталось, как при его жизни. Особой мебели не было, денег тоже больших не было, поэтому там все обставлено крайне скупо. Такой раздвинутый обеденный стол. С одной стороны стоит стул, с другой стороны стоит кресло этого стола. И всегда все удивлялись, зачем с двух сторон. Вот с одной стороны Константин Ильич писал, у него он писал очень быстро, он разработал скоропись. Прочесть его было невозможно постороннему человеку. Он соединял буквы в целые слоги для того, чтобы быстрее писать. На следующий день он переходил с другой стороны, садился за стол, там стояла машинка. И он перепечатывал то, что он написал вчера. Когда перепечатывал, уже делал поправки, это и был уже второй вариант. Вот так вот он работал. Мужественная романтика прозы Паустовского была на редкость созвучна времени оттепели. Но затем снова наступили душные годы хрущевского правления. Константин Георгиевича коробило от безграмотности хрущевского руководства и хамского отношения к творческой интеллигенции. Я видела его плачущим один раз в жизни. Такая была встреча с Хрущевым, интеллигенцией под шатром. Пригласили группу писателей, тем или иным способом казались, вероятно, неблагонадежными. Там сидела Морета Шагинян, который написал дневники поездка по Армению. Это тоже почему-то решили, отнесли в разряд какой-то антисоветчине. Ее это уже туда вышло. Что он на нее кричал ужасно там, что у нее не голова, а фаршированные колбаса. Алигер, она там еще в молдости получила сталинскую премию. И он, значит, вдруг как закричит, а где этот Алигер? Он думал, что это вообще какой-то мужик страшный, который так хочет разрушить Советский Союз. Она маленького роста. И он так рот раскрыл и закрыть не может. От удивления, что это маленькое существо, которое казалось ему таким самым главным врагом Советской власти вдруг встает. И в общем, когда он приехал и стал все это рассказывать нам с мамой, он заплакал. Константинович был очень большого жизнелюбия. Это имеет большое значение. Он не был никогда пессимистом. Поэтому какая-то сила выживания у него внутренне была. Главная его книга – это «Повесть о жизни». Она выставлялась на Нобелевскую премию четыре раза. Наше правительство сделало все, чтобы ему не дали Нобелевскую премию. Он жил на Капри в это время. И к нему даже туда приезжал один из членов комиссии. Как бы извинялся. И он сказал, что я вам должен сказать, что король и я голосовали за вас. В 1964 году в Советский Союз приехала всемирно известная киноактриса Марлен Дитрих. Ее спросили, что бы вы хотели увидеть в Москве? Кремль, Большой театр, Мавзолей. И она вдруг ответила, я бы хотела увидеть писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет. Паустовского уже тяжело больного и почти слепого поспешно разыскали и привезли в Дом литераторов. И когда его вызвали на сцену, Марлен Дитрих упала перед ним на колени и поцеловала писателю руку. Паустовский считался в России признанным литературным и нравственным авторитетом. Он, не колеблясь, поставил свою подпись под письмом 25-ти о недопустимости частичной или косвенной реабилитации Сталина. И до последних дней участвовал в важнейших общественно-политических событиях своего времени. Его такая неизгибаемость внутренняя. Он лежал больной, уже не двигался, уже умирал. В это время закрывали театр на Таганке. Он позвонил в ЦК. Там его соединили по какому-то телефону. Соединили там в ЦК. И он сказал, с вами говорит «Умирающий Паустовский». Я прошу вас не закрывать театр на Таганке. Это есть воспоминания любимого. Он до последнего боролся. Какие-то тоже подписывал в больнице. Уже не мог рукой двигать. Он тяжело умирал. У него было 8 инфарктов подряд. 8. Я просто преклонялась перед ним. Преклонялась. Когда он умер, его привезли домой. Здесь шел поток, были открыты двери. Почти круглые сутки здесь все шли. До того, как начались похороны. Для меня была такая потеря безумная. В Москве, на доме, где жил Константин Георгиевич Паустовский, висит мемориальная доска в виде книги из камня. Она похожа на один из томов собраний его сочинений. Еще при жизни писателя в 1958 году Государственное издательство художественной литературы выпустило в свет шеститомное собрание Паустовского. А в 80-х годах его произведения были изданы в девяти томах. Эти книги как бы родом из нашего детства. На них выросло не одно поколение влюбленных в его прозу читателей, признание которых является искренним откликом на внутреннюю позицию самого автора. Константин Георгиевич говорил, «Писать надо так, будто это твоя последняя книга. Не надо бояться отдавать ей все расточительно и щедро, потому что наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok